дорогие друзья сейчас зажгут свечи еще раз я решила еще коротенько кое-что сейчас секундочку я решила еще небольшая реплика я думаю что на сегодня это очень важный момент и тоже было открыто и столько подтверждений но я не буду много потому что скорее здесь будет больше моего такого духовного опыта в этом мире в этом мире я хочу вновь напомнить вам 17 главу руками не стих 5 так говорит господь проклят человек который надеется на человека и плоть делает своей опорой и которого сердце удаляется от господа и я хочу сегодня сказать вам о том что зависимость от господа это самая лучшая зависимость какая может только быть это не только не то что самое лучшее то необходимая зависимость а все зависимости которые которые погружают нас в этом мире нам нужно избавляться а вот операцией быть зависимым от нашего господа от иисуса христа это потрясающее великолепная великолепное великолепное вели преклонить колени велик преклонить колени я восхищаюсь этой зависимостью то есть я восхищена когда я зависима от христа я по 300 потрясена то есть я испытываю самое настоящее потрясение сумасшедшие вибрации в себе да и я чувствую зависимость от иисуса христа и когда возникает эта зависимость хочется поесть его слова хочется получить откровение хочется услышать его голос вот это зависимость зависимость которая дает жизнь вот это зависимость благая истинная зависимость а все остальное были ли у меня зависимости да полно полно я вспоминаю жуткую совершенно зависимость к фисташкам вот что он спрашивается где ум вот где ум у женщины которая трескала фисташки со страшной силой я сидела тогда не было компьютера я как сейчас себя помню сижу я первая комната еще старенький там диванчик я поджав ноги значит сижу с пишу сценарий не было компьютера от руки пишу и трескаю эти фисташки да слышу орехи питают мозг это же полезно трали мы в мире всегда находим оправдание нашим зависимости всегда любой зависимости начнет найдем оправдание любой алкоголь в малых количествах тоже полезно и в библии об этом написано никто не разбирается что такое в библии что значит библии вино никто этого почему-то не разбирается и смотрит на это с мирской точки зрения не с духовной не понимаю абсолютно но ссылаются пейте коньяк это расширяет сосуды это не даст никогда вам подняться там вашему давлению это будет всегда все хорошо я прошла эту зависимость да я пила коньяк каждый день вы себе не представляете каждый день пока я чуть не сдохла реально чуть не сдохла у меня была бутылка коньяка я пила по чуть-чуть каждый день но по чуть-чуть я пила грамм наверно постоя пила усевшись плотно на эту доктрину что именно благодаря коньяку у тебя не будет давления потом значит ко мне приходит в гости женщина знакомая я не помню даже кто она зная что я пью значит по 100 грамм коньяка приносит тоже бутылку коньяка и вот здесь сидит этой столовой давно это было что ты дымишь тут мы как-то незаметно я не поняла она наливала мы как-то незаметно выпили две бутылки коньяка вдвоем и после этого я больше не взяла ни капли в рот потому что я ну господь меня спас конечно протянул мне руку к нерадивая моя дочь а ну какая же ты тупая что ж ты делаешь да я всю ночь унитаз обнимая провалялась там в ванной с туалетом все это ничего совершенно не помнила абсолютно сейчас не могу вспомнить кто это был со мной тогда но это был последний раз когда я взяла в рот коньяк последний раз и больше нет а была зависимость самая настоящая зависимость первую очередь мозговая что это мне думаете получал удовольствие от того что я там пила нет я понимал что для меня лекарства что я у меня все будет там с давлением быть нормально я никаких таблеток не пью наверное не знаю но третий год наверно и великолепно себя чувствую даже не знаю когда последний раз брала в руки тонометр наверно у верочки потому что я последние последнюю поездку я его даже уже и не брала уже не было вера вообще мне сказал что у тебя там неправильный какой-то у тебя там неправильный потому что на ее тонометре одно на моем тонометре другой правильно правильно неправильно Я вообще перестала и давление мерить, и таблетки уже третий год не пью. Хотя мне предписано вообще сказать, что вы умрёте, если вы не будете их пить. Каждый день тоже. Вот это вот, понимаете, зависимость. Какая ещё? Я курила. Я курила очень долго. Тоже есть рассказ, как я здесь на канале у меня есть, как я бросила в одну секунду курить. Я не буду повторяться. Какие зависимости ещё? Прямо вот сильные. Это было очень сильно. Фисташки, коньяк, курение. Пожалуй, всё. Пожалуй, всё. Больше не было вот такого, что прямо вот... А сейчас, понимаете, такое счастье. Одна единственная зависимость. И какая она прекрасна. Быть зависимым от Господа. Это чудесно. Всё остальное отваливается, как сухая грязь. Даже если прилипает. Даже если что-то, где-то, как-то... Оно очень быстро высыхает, отваливается. Очень быстро. Чего я и вам желаю. Пускай все ваши зависимости отвалятся как можно скорее. И вы победите их. Вы победите их. Но без Духа Святого это невозможно сделать. Поэтому пока не поздно нужно покаяться, прийти к Господу, принять Иисуса в сердце, чтобы Он властвовал уже в вас. А Он Дух Истины. Вот как ни крути, как ни верти вот этот стих. Познайте Истину. Вот позная Истину, она, Истина, делает нас свободными. Именно Истина. И то, что многие, опять же, в мире говорят, да ты никогда этой Истины не поймёшь. Да у тебя одна... Ну, у нас это называют, понимаете, называют правдой. Не надо путать мирскую правду, которая не есть правда в мире. В мире властвует и царит ложь, сплошная ложь. Везде и во всём. Но Господь же это именно Истина. Это путь. Это свет. Это свет. А мы, будучи даже, будучи даже уже христовыми, иногда умудряемся жить в темноте. И в Писании написано, если свет, который в вас, есть тьма, то какова же тьма? Будьте благословлены всего вам самого доброго. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok